Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о целесообразности предпосадочной обработки семенного картофеля. И я вам дам один из рецептов для такой обработки. Рецептов предпосадочной обработки клубней картофеля в интернете не счесть. И мы тоже давали несколько рецептов, которые способствуют активизации роста развития клубня картофеля, защиты его от различных заболеваний. Но насколько целесообразно проводить подобного рода обработки? Если говорить о том, что семенной картофель на поверхности клубня должен быть в значительной степени здоровым, визуально здоровым, то с этой точки зрения обрабатывать картофель на поверхности вообще не нужно. То есть, на самом деле, если задаваться вопросом, чем обрабатывать семенной картофель, то правильным ответом будет вообще ничем не надо обрабатывать семенной картофель. На том основании, что семенной картофель – это картофель, который должен быть свободным на поверхности от различных заболеваний. Но, конечно, это некая идеальная ситуация, которая в реальной жизни практически никогда не получается. Поэтому всегда какие-то риски, нахождение какой-то черной парши резоктаниоза, еще каких-то проблем может быть. Тогда мы начинаем его обрабатывать различными составами. Правило номер один – если вы заранее обрабатываете картофель какими-то водными растворами, в этом случае вы должны его как можно быстрее высушить. Дело в том, что нанесение водных растворов на саму поверхность клубня вызовет активизацию тех патогенов, которые обязательно находятся на поверхности клубня, но они не поразили еще сам клубень. А вот в условиях повышения влажности, когда мы капельную жидкую влагу там опрыскивателем или вообще в ведре проболтали этот картофель, наносим, они могут очень резко начать здесь активизироваться. Одним из наиболее таких характерных заболеваний картофеля, которые активизируются под действием влаги, является серебристая парша. Стоит лишь намочить клубень, поместить его в пакет, как буквально через 100 суток уже можно увидеть развитие серебристой парши на поверхности клубня. И так может случиться с любыми заболеваниями. Поэтому, если вы не уверены, что вы можете тщательно высушить клубни после любой обработки, в этом случае вам лучше всего вообще ничем не обрабатывать. Второе, чем следует обрабатывать, ну можно обрабатывать, если говорить о водных растворах, это различными удобрениями с микроэлементами. Для чего это необходимо? Это необходимо для такого сразу же обеспечения клубня, а ведь клубень даже всасывает через свою поверхность эти самые удобрения и так далее, что мы наносим внутрь клубни, для того, чтобы ростки сразу были обеспечены питанием и микроэлементами. Ну вот хотя бы на то короткое время, когда росток инициируется, когда корни инициируются в земле, и сразу-сразу-сразу они попадают в благоприятную питательную среду. Третье, чем можно обрабатывать клубни, это, конечно же, различными ростостимуляторами. Но рационально ли такими ростостимуляторами обрабатывать клубни задолго, например, ну перед закладкой на получение проростков? Конечно же нет. Эти обработки теми же ростостимуляторами лучше всего делать примерно хотя бы за 7 дней, когда вы кладете картофель на прогревание и зеленение, если вы на свету его прогреваете, или вот прям непосредственно в поле перед посадкой. Обработали и тут же влажные посадили. Это будет наилучшим способом использования различных ростостимуляторов. Ну какие ростостимуляторы можно использовать? Можно, конечно, использовать гуматы, можно использовать мальтамин, можно использовать препараты гулливер стимул, можно использовать препараты на основе сенной палочки, можно использовать препараты на основе триходермы. Вот можно использовать другие препараты, ради бога рекламы и рекомендации в интернете очень-очень много. Я вам порекомендую один рецепт, который совмещает в себе, с одной стороны, профилактику обыкновенной парши и других заболеваний, с другой стороны, обеспечивает микроэлементное питание молодых проростков картофеля, и с третьей стороны, обеспечивает их стартовым количеством азота. А ведь картофель к азоту очень-очень чувствителен. Для того, чтобы сделать нашу смесь, нам понадобится кальциевая селитра, железный и медный купорос. Мой рецепт рассчитан на 1 литр, ну, самой обыкновенной, простой, чистой воды. Вот берем 1 литр обыкновенной чистой воды, ну, я возьму чуть меньше, я возьму там 400 мл, ну, просто для демонстрации. Ну, а на самом деле рецепт на 1 литр. Итак, для того, чтобы обеспечить растение картофеля на старте многими полезными элементами, необходимо взять 1 чайную ложечку кальциевой селитры. Ее тщательно растворить, эту кальциевую селитру. Затем в раствор кальциевой селитры необходимо поместить одну такую, ну, без горочки, одну чайную ложечку, у меня в таких бутылочках они, вот такую вот неполную чайную ложечку сульфата железа или железного купороса. И следующий компонент, это тоже купорос, только уже медный. Одна такая неполная чайная ложечка, без горочки, медного купороса. Вот состав наш сразу помутнел, он сделался сразу же непрозрачным, как молоко сделался. Здесь идет хорошая химическая реакция внутри. И эта химическая реакция позволяет здесь получить целый комплекс очень полезных веществ. В чем суть этой химической реакции? Когда мы добавляем кальциевую селитру, в этом случае мы обеспечиваем растение кальцием, по которому картофель тоже по дефициту очень чувствителен, и мы обеспечиваем его нитратным азотом. Азот, как я уже сказал, очень важен для картофеля, и молодые росточки получат сразу азотное питание, тем самым стартанут очень хорошо в росте. Железо является очень важным элементом для развития картофеля. Это и профилактика хлороза, это и профилактика накопления нитратов, это и обеспечение многих-многих различных биохимических процессов внутри картофеля. Сульфаты очень важны для картофеля, как и для других растений. Это четвертый по важности элемент питания. Ну и медь, она обладает, с одной стороны, защитным эффектом против целого комплекса болезней, с другой стороны, также является важным микроэлементом для картофеля. Что же у нас здесь сразу же выпало в осадок? Что же у нас здесь произошло? Дело в том, что кальций, содержащийся в кальцевой селитре, и сульфат, который содержится в купоросах, соединились и образовали гипс. Кальция сульфат называется гипсом. По сути, обрабатывая клубни этим составом, мы также одновременно обеспечиваем и такое гипсование, как бы распределение тонким-тонким слоем по поверхности клубня гипса. Почему это хорошо? Дело в том, что гипс обладает слабокислой реакцией и будет очень медленно растворяться в почвенном растворе. Тем самым, немножечко подкисляя поверхность клубня, мы значительно снижаем риски в зоне роста картофеля образования заражения картофеля обыкновенной паршой, которая совершенно не выносит подкисления. Когда мы вносим доломитовую муку, мел, мы, конечно же, снижаем резко кислотность, в то же время обеспечивая почву и картофель кальцием. Но вот это снижение кислотности, защелачивание почвы вызывает резкие риски, возрастание рисков наличия заражения обыкновенной паршой. Вот этот состав, наоборот, имея в своем составе и кальций, и сульфат, будет подкислять картофель. Одновременно здесь в растворе образуются в растворимой форме нитрат меди и нитрат железа. Это очень хорошее, очень активное, очень мощное соединение, которое обеспечит всю ту пользу, о которой я только что сказал. Таким образом, вот из этих трех компонентов очень легко сделать вот такую обработку. Вы или намачиваете картофель непосредственно перед посадкой, или намачиваете его пульверизатором, например, или там каким-то еще способом, и сразу же высушиваете за 7 дней при закладке картофеля на прогревание, или уже после прогревания, опять же, перед посадкой, делаете такую обработку. Это очень и очень полезная обработка, которая может быть совмещена и с гуматами, и с мальтамином, например, и с другими обработками, которые, возможно, у вас есть в арсенале. Единственное, что не рекомендую, лить в этот состав одновременно также, и какие-то биологические препараты. Ну, а количество препарата очень небольшое, поэтому ложечку там триходермы и каких-то биологических средств под сам клубень вы вполне можете положить без всяких проблем. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, эта обработка простая очень, обработка вам понравится, и вы возьмете ее в свой арсенал обработок картофеля перед посадкой. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин